С целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для клиник, специализирующихся на лечении больных коронавирусом в Ташкентском педиатрическом медицинском институте, начал свою деятельность Центр аттестации, переподготовки и повышения квалификации врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Как же осуществляется этот процесс, ответ у нашего корреспондента. В эти дни все чаще звучат слова благодарности в адрес врачей. Находясь в контакте с инфицированными, медики более чем кто-либо подвергают себя смертельному риску ради помощи больным. Поэтому трудно переоценить важность пошаговых инструкций по работе с лицами с диагнозом COVID-19. Сегодня очень много людей желает помочь, очень много врачей и медицинских работников, которые хотят помочь своему населению и работать в этих клиниках. Но мы не можем каждого встречного или каждого дипломированного врача туда посылать. Поэтому создан этот центр, где в первую очередь мы проверяем теоретические его знания, мы проверяем его компетентность в профессионализме своем, это оказание помощи в реальных условиях. Как вы видите, здесь вот муляжи и так далее есть. И также проводим беседу, готов ли этот врач психологически преодолеть, что он будет контактировать с этим инфекционным заболеванием и будет оказывать своевременную, высококвалифицированную и правильную помощь нашему населению. Необходимы и навыки работы в медучреждениях инфекционного профиля, использование средств индивидуальной защиты, проведение правильных и своевременных реанимационных мероприятий. В течение двух дней мы здесь, на базе Ташкентского педагогического медицинского института, проходили семинары, практические навыки, как нужно помочь больным. И все процедуры, как делается, как протокольно все это нужно оформить, мы все теоретически сейчас прошли. Таким образом, я сейчас готов помочь больным, ковидным, занятий в больнице, который специализирован на коронавирусных болезнях. Сюда привлечены профессора и ведущие специалисты Ташкентского педиатрического медицинского института. Амуляжи, симуляторы, аппараты искусственного дыхания, пульсоксиметры для измерения уровня сатурации, оксигенераторы и другие медицинские приборы и оборудование повышают эффективность процесса обучения и позволяют подготовить слушателей к самым сложным ситуациям, которые могут возникнуть в процессе их дальнейшей работы.